Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился действительно годный набор по вполне себе приемлемой цене. Сейчас его обсудим, расскажу некоторые нюансы, ну и соответственно подобьем итоги в отношении того, стоит ли покупать и кому. Что касается самого набора, вот так он выглядит, называется сертификат высшие хищники. И именно из-за того, что в нем в первую очередь вы получаете как раз сам вот этот сертификат высших хищников, из которого 100% вероятность выпадения одной из 19 машин. То есть тут не может быть такого, что вы тачку не получите. Вопрос в том, кто у вас выпадет. Тот, кто у вас уже есть или тот, кого вы еще себе в ангар не ставили. Если у вас выпадет повторение по премиумным машинам, то получите компенсацию серебром. И это плохо, понятное дело, но по-другому в игре не бывает. Ну а если выпадет коллекционка, то получите компенсацию 7500 голдой. Тоже далеко не самая большая цена за машину, но в то же время максимальная цена за коллекционку в нашей игре. Что хочется сказать в отношении самого набора. Набор классный, набор годный, но только в случае, если у вас минимальное количество десяток стоит в ангаре или вообще десяток нет. Тогда этот набор действительно классный. Здесь положили 10 мистических контейнеров и если вы плюс-минус фартовый игрок, то вам отсюда может упасть еще какая-нибудь машинка, если вдруг выпадет мистический сертификат. Ну а здесь уже, ребят, как повезет. Если мистик выпал и вы оттуда машину достали, то дай бог, чтобы это была не какая-нибудь негодная пятерка, а кто-нибудь уровнем повыше. Но опять-таки повторюсь, все зависит от уровня вашей фартовости в этой игре. Что касается всего остального, анимированный аватар, даже обсуждать не буду, есть 30 штук, x5, это действительно очень круто, потому что на любые танки, ну и соответственно поможет вам прокачать какую-нибудь веточку. Есть великолепнейший обвес, ну и есть еще 3,5 миллиона серебром. Вот только это серебро, ребят, уйдет у вас на то, чтобы открыть оборудование на десятке, которое потенциально может выпасть вам из сертификата, если вдруг у вас ее не было. Ну и соответственно тогда уже на ней оборудку открывать будете. Что касается машин, здесь суммарно 19 тачек. Вообще на 10 уровне, ребят, если вы не знали, 22 машины. Почему говорю 22 и кого конкретно у нас забыли, сейчас посмотрим. Как вы видите, коллекционок на 10 уровне 19. И премиумных машин, введенных в игру, 3. Плюс еще добавится в ближайшее время BZ-75. Не знаю когда, но планируют разработчики, она есть уже на тесте, многие ее уже в боях встречали. В частности, я ее тестирую. Так вот, ребят, суммарно получается из введенных машин 22 машины. Но в самом сертификате у нас 19 тачек. Кого забыли или кого туда не положили. Понятное дело, что там отсутствует XM66F, коллекционная ПТХ, которая недавно появилась у нас в игре. Точно так же недавно появившийся 114 SP-2, китайский тяж. И, понятное дело, туда не положили Шеридана ракетного. Полная копия Шеридана обычного проходного 10 уровня, но только с управляемыми снарядами. Вот так вот, ребят, получается, что буквально трех машин нет. Ну и, соответственно, для кого подходит данный сертификат и кому он придется действительно ко двору. Как я уже говорил, придется он ко двору тем ребятам, у которых машин минимальное количество в ангаре. Ну, а точнее, желательно, что там вообще ничего не было. Почему говорю именно так? Потому что, допустим, в моем случае у меня коллекционных и премиумных машин 10 уровня, простите, 13 штук из 19. То есть, есть высокая вероятность того, что мне, допустим, выпадет тот же самый STRV-K. И компенсацию за него я получу 7500, а на набор потратил 20. И в таком случае, безусловно, будет крайне невыгодно. Еще хуже будет, если я достану себе, допустим, того же самого Чифтейна МК-6, за которого получу компенсацию вообще серебром в размере 3 миллиона. Ну, как-то маловато, согласитесь. Поэтому, ребят, я говорю, набор классный, набор годный. Им стоит обратить на него внимание, но только тем ребятам, у которых десяток нет. Или этих десяток у них в ангаре минимальное количество. Тогда вы однозначно получаете себе машину. Кроме того, ребят, давайте еще на кое-что обратим внимание. Обратим внимание на то, за какую цену, какая тачка реально стоит. 20 тысяч за сертификат. При этом всем, допустим, М6 сейчас... М60, простите, сейчас на продаже стоит на аукционе. И, как вы видите, до сих пор 1457 машин по цене 12250. И народ брать не хочет. И, скорее всего, машина начнет вяло расползаться, когда будет стоить 11500. Баггер. Если я не ошибаюсь, ушел, по-моему, с аукциона за 14000 голды. Ну, короче говоря, далеко не каждая из машин, которые здесь лежат в этом сертификате, стоит 20000 с золотом. Да, возможно, вы сможете компенсировать разницу за счет мистических контейнеров, достав оттуда голду или достав оттуда какую-нибудь еще машину. Но все это кот в мешке, который еще и под вопросом, находится там или нет. Короче говоря, с одной стороны, классный годный набор, который действительно стоит своих денег, а с другой стороны, все зависит от того, насколько наполнен ваш ангар десятками и насколько вы везучий в отношении открытия мистических контейнеров. Если вы за честность подписывайтесь на канал прямо сейчас, я побежал снимать специально для вас следующее видео. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.